октября 1866 года одна духовная дочь отца игумена антония помещица n возвращаясь из гостей домой и переезжая глубокую реку протву почти возле самого дома упала с экипажем кучером и лошадьми с парома в воду коляска пошла с помещицей ко дну кучер стоя на козлах только головой был выше воды лошади то погружались то выплывали а помещица с экипажем самого падения в воду не показывалась находясь под водой осознавая свое ужасное положение закрыв лицо муфтою госпожа n обратилась к молитве но помощи долго времени не было вода все более и более душила ее стала цепенеть от холода и открылась сильнейшая боль в груди ибо вода через рот устремлялась во внутренность при этом представились ей воображение все ее дети она сочла все это предвестниками близкой своей кончины уже отчаялась в жизни но у ней оставалось еще несколько сознания она вспомнила об отце игумене антонии и подумала батюшка я тебя всегда просила христианской кончине а теперь я умираю без покаяния в то же мгновение ей представилось что кто-то закрыл ей рот чем-то теплым и затем она заснула когда разнеслась весть по деревне что барыня утонула и выточить ее никто не решался один добрый крестьянин кривший в то время свой дом оставил работу и поспешил на помощь утопавшим отыскавший доской в воде экипаж и не нашедший в нем своей барыни он стал искать ее на дне багром отыскал и вытащил без всяких признаков жизни сердце не билось и пульса не было слышно почерневшую ее отнесли в свой дом одежда на ней вся обледенела ее нельзя было иначе снять как изрезал на части призван был священник и два доктора из ближайшего города спустя несколько времени священник хотя и не надеялся получить от видимо умершие ответа однако спросил не желает ли она сообщиться святых тайн к удивлению всех она открыла глаза и сказала желаю тотчас же она была исповедана и сообщена святых тайн при пособии докторова на несколько оправилась а с течением времени и совсем укрепилась и теперь жива источник жизни описание настоятеля малоярославецкого николаевского монастыря игумена антония иеромонах климент